Золотой человек с Алексеем Лысенковым на Авторадио Только не отстают по программе, но часто возвращаются в свои родные школы отличниками Знакомьтесь, друзья, Олег Тедеев, 11 лет Сегодня у него знаменательный день Он переходит из 2-го класса в 3-й И по этому случаю учительница Елена Галиновская приготовила для него подарки Во-первых, учебники для настоящего 3-тиклассника, держи И самое главное, свидетельство об окончании 2-го класса Спасибо Держи Я тебя поздравляю Ну, даже при чем поздравляют остальные твои учителя? Ну что ж, я тебя тоже поздравляю Молодец Ну как вообще 2-й класс-то закончил? Уверенно закончил У нас Олег учится на самом деле на пятерке, на четверке На четверке обычно только с плюсами А могли бы быть сплошные минусы и пробелы в знаниях Уже второй год Олег на больничном Лечится в детской клинической больнице от серьезного заболевания крови Когда несколько месяцев, а тем более лет проводишь в больнице От школьной программы отстаешь В каждой детской клинике, конечно, есть педагоги Но, к сожалению, как рассказала наша героиня, координатор реабилитационного направления фонда «Подари жизнь» Елена Галиновская Они не всегда справляются с поставленной задачей Наши дети, в силу того, что они достаточно тяжело болеют И при этом у них тоже низкий иммунитет, они лежат у себя в боксе С ними нужно заниматься индивидуально И когда государственный учитель, у которого нагрузка все 15 боксов Он должен обойти этих детей и с каждым плодотворно позаниматься Он же не может провести 15 уроков в день Это тяжело Получается, что он приходит к ним ненадолго Для больниц, по-хорошему, нужно создавать иной формат вообще школы Этот иной формат школы Елена придумывала 5 лет Сначала преподаватель русского языка и литературы и учительница начальных классов Пришла в благотворительный фонд просто сдать кровь Потом стала волонтером И вот тут ее профессиональный педагогический глаз отметил проблему Дети не учатся Для меня это уже некая исследовательская работа Потому что действительно интересно самой выстроить систему Создать свою школу И мне интересно этим тоже заниматься То есть не только преподавать, но и как-то вот так посочинять немножко Пока этот проект называется «Благотворительная школа» И это школа со стопроцентным индивидуальным подходом План занятий тут составляется под каждого ученика Заполняется вот такая анкета Для того, чтобы нашим детям легче было потом вернуться в свой класс И адаптироваться уже к здоровой жизни Очень важно, чтобы он как можно меньше выпал А для этого с ним нужно заниматься именно по той программе, по которой он учился дома Есть дети, которым прям вот остро необходимо учиться Либо потому что они могут быть в спецшколе Либо потому что ему настолько сейчас так тоскливо и нехорошо И очень важно, чтобы вот кто-то помогал держаться в тонусе Одному из благодарственных письм мы получили такую сказу от мамы Спасибо, что я могу задать своему ребенку не только вопрос Как твои дела, как ты себя чувствуешь Но сделали ты сегодня уроки Вроде такой обычный для нас вопрос Но в больнице он пропадает В этой школе работают до 100 волонтеров-педагогов И грызут гранит науки в общей сложности 60 ребят Кто-то из них лежит в больнице Кто-то уже уехал в свой родной город Но продолжает заниматься с московскими учителями с помощью интернета А кто-то, как пятиклассник Дима Буров, приезжает в столицу на процедуры Сегодня у мальчика день рождения Я тебе хочу поздравить день рождения И Лена вместо заданий принесла своему ученику подарки Как самому-самому-самому замечательному ученому Я хочу тебе подарить вот такие вот наборы Садитесь всем за стол Спасибо Мама Димы рассказывает, что пока они долгие месяцы проходили лечение Мальчик очень переживал, что отстанет от своих одноклассников Но любознательному Диме повезло Учителя благотворительной школы занимались с ним на протяжении всего курса лечения И даже теперь, когда Дима приезжает только на проверку к врачам Его мама спокойна Сын не окажется отстающим в рядах одноклассников И лечиться, и учиться Это очень сложно Когда тебе делают там пункцию Когда он приходит, ему тошнит Еще что-то такое И когда нужно садиться и считать морковки Вот И, ну, сложно Лена нам очень много помогала Конечно, я ей очень благодарна Когда мы приезжаем, и мы знаем, что едем мы не на один день Мы Лене всегда звоним и говорим Лена, мы едем на неделю Ищи нам немецкий, русский, математику Занятие – это еще и большой стимул Поскорее вернуться к обычной жизни Дима Буров, например, пока лечился и учился Так поднаторел в немецком, что на последнем приеме С доктором только на нем и разговаривал А вернувшись в родную школу, понял, что он лучший ученик в классе А одноклассники не удивились, что у тебя такие хорошие знания? Да Не ожидали? Они не ожидали, что я потянул этот класс Они думали, я останусь на четвертый, а я перешел на пятый И получил грамоту в этом же классе Мы хотим сегодня Лене, как автору, руководителю проекта Вручить нашу премию «Золотой человек» Безусловно, друзья, похвалы достойны и все участники проекта «Благотворительная школа» Друзья, если вы хотите присоединиться к этому проекту и чем-то помочь Все координаты вы найдете на сайте фонда «Подари жизнь» Первый раз я начала работать в качестве учителя, когда сама училась еще в девятом классе То есть я училась в девятом классе, ходила во второй класс и вела что-то вроде уроков труда Но это было не совсем, как уроки труда я занималась с детьми оригами, там дощечки расписывали И у меня, всем даже рассказываю, занятно Первая профессиональная зарплата моя была в результате в виде роликовых коньков Родители этих детей скинулись и купили мне роликовые коньки Золотой человек с Алексеем Лысинковым на Авторадио